Споры о том, необходимо ли было увековечивать в таком виде видного татарского религиозного деятеля Шахабуддина Марджани идут уже давно. И, конечно, этот памятник, который был с помпой открыт несколько дней назад, вызвал споры. Причем не только в религиозной среде, но и в среде татарской национальной культурной интеллигенции, которая посчитала, что памятник не до конца отображает культурные и национальные особенности. Это выразилось в частности в том, что надпись под барельефом Марджани была написана только на русском языке. Марджани, в то время как было проигнорировано татарское ее написание, и было предложение еще и написать арабицей. Ну, это, что называется, такой вот побочный поворот, то есть побочный ветвь этой дискуссии. Но главная дискуссия, она развернулась относительно того, что ислам запрещает увековечивать в образе людей. И здесь, конечно, никаких других интерпретаций быть не может. Ислам прямо запрещает памятники, скульптуры, все, что указывает на облики, на образы. И здесь это отсылка к прямому политеизму, к язычеству, к преданию образом некого феномена сакрального, что, конечно, неприемлемо. Ну, я думаю, что для этого есть много возможностей, для этого есть много формаций, форматов. Можно было поставить напоминание о нем в виде книги. Он был действительно человеком-ученым, одним из основателей современной татарской историографии, кстати говоря. Можно было сделать миниатюру мечети, да. Ну, то есть, вариаций очень много. Но выбрали вот такой не очень удачный, на самом деле. Даже как бы люди, которые далеки от исламской традиции, тоже отметили, что памятник, этот брельеф, выглядит не очень эстетично. Почему это произошло? Ну, понятное дело, Татарстан является в составе Российской Федерации государством светским, и, естественно, они руководствуются сугубо как бы светско-культурными параметрами, да, паттернами. Но в то же время на открытии памятника присутствовал муфти Татарстана Камиль Самигулин, который бы мог до этого подсказать разработчикам, организаторам этого дела о том, что ислам, в принципе, запрещает такие вещи. Чтобы не было вот такой двусмысленности, которая происходит сейчас. Но, видимо, политического веса Камиль Самигулина недостаточно.